Привет, господа! Сегодня мы с вами мысленно вернемся в Санкт-Петербург, где я провел в сумме около трех недель в марте-апреле. И на этот раз мы вспомним наиболее ключевые эпизоды моего там пребывания с моими подробными комментариями. А также вы в конце услышите кое-что интересное, что вы еще никогда не слышали. Это первый день моего пребывания. Знакомая же вам железнодорожная одежда, которую вы еще увидите. И сразу обо мне позаботились, купили пачку кузи. И в тот же день состоялся плотный ужин. Макароны с сосиской. Кот моего лудомужа. Собственно, без комментариев. Попробовал он кукурузной палочки кузя. Лизнул пару раз, ему понравилось. Первый же день состоялся наш поход в бильярд, где я забил чумовой шар в одну из луз. Вы можете увидеть в ролике на канале в Плюсинг Бет в Телеграме. Вот в этой столовой под названием СССР я несколько раз завтракал и обедал. Вся символика здесь советских времен. Мой скромный обед. Почему так мало? Ну, потому что еще на ужин меня ждала другая еда. Я не привык много есть на обед. Как правило, супчик и все. Тут даже перебор. Но это знакомый вам снимок на железной дороге, по которому вы определили меня, что я в Питере. Естественно, справа голова моего лудомужа была изначально. Но туда перерисовали голову известного вам так же хорошо Феликса Каплана, на котором я проиграл в настолке что-то около 9000 на 1.1, а то и меньше. Памятный всем персонаж. Но тут без комментариев. Вот так вот я зарос за несколько недель моего пребывания там. Но этот снимок, наверное, вы сейчас будете не раз вставлять в разные паблики. Он колоритный получился, не спорю. Это вы тоже уже не раз видели. Можете подписывать фотку как хотите. Пусть она у вас останется в памяти, как цветы от лудомужа. Ну, а вот и новые приключения. Это, собственно, больничка. Этот снимок вы тоже уже, конечно же, видели. Маринская больница. Именно там я и находился. И именно там я отведывал вот такие вот обеды, в частности. И то, не все дни, некоторые дни я не ел ничего. Этот снимок тоже никто еще не видел. Этот снимок из больнички. И вот это видео тоже никто еще не видел. Даже мой лудомуж. Это, собственно, съемки из машины-приставов, на которой меня этапировали в Москву. Мы едем по платной дороге из Питера в Москву. А теперь, друзья, то самое обещанное и интересное. В конце моего пребывания в Питере мы записали совместный ролик с Сашей. С надеждой отправить его на Пан или по Пан-4. Не знаю, распорядился он этим роликом по назначению или нет. Но мы с большим, в общем, трепетом его делали. Подбирали тщательно слова. Делали несколько дублей. Возможно, этот ролик и не видели. Возможно, все-таки Бестов уже надоел. Алистаровой компании. Может быть, я был не лучшей приманкой, я не знаю. Но, тем не менее, Саш нашел, не поехал. Но чего пропадать зря, подумал я. И с его разрешения этот ролик я вам выкладываю. Смотрите. Всем привет. Меня зовут Саша. Я хотел бы поучаствовать в вашем увлекательном шоу по Пан-4. Где-то услышал недавно, что есть набор. Я лудик, естественно. Первый раз я укололся в 7 лет. Конкретно ставки я попробовал в 2004 году. На данный момент я имею 18 забытых кредитов. Во всю жизнь я много воспитался, побродяжничал. Среди опять за слугомани. Мне приходилось скрываться от людей, от коллекторов. Еще тогда настоящие, когда были коллекторы. Жил на вокзалах, в других городах. Уезжал на электричках, потому что не было денег на обычный билет. Я вхожу в тот короткий список людей, с кем жил более трех недель. Всеми вами любимый, легендарный, известный, главный лудик СНГ. Все уже поняли, о ком я говорю. Это Сергей Бестов, который феерично выступил тоже в вашем шоу. Так получилось, что я в какой-то момент начал читать его группу. И в какой-то момент, опять же в какой-то момент, я решил по приколу позвать Серегу к себе. Просто так, на неделю, не зная для чего, просто так. Из любви к прекрасному я решил его позвать. И получилось так, что я ему позвонил, узнал его номер. Он боялся, что это развод очередной. Так получилось, что я позвонил ему именно в тот момент, когда у него дежурили приставы, выключили ему свет. Он ходил в темноте. И в связи с этим, подумав, что все плохо, мне вот повезло так, что эта легенда приехала ко мне. Если бы не приставил, он бы скорее всего отказался. Он мне так об этом сам и сказал. Можно сказать, сбежал ко мне в мою коммуналку, в центре Питера. Потом была больничка, ему стало плохо. Ему предстояла первая операция в жизни. Мы должны были вырезать желчный пузырь. Пролежал он дней пять в нашей Мариинской прекрасной больнице. И в день операции, вечером была назначена операция, в четверг, Сергей вышел в туалет. И его там встретили в коридоре знакомые ему московские приставы. И конвоировали его обратно в Москву. Был потом обратный в этот же день отъезд назад в Питер за вещами. Но про Сергея можно говорить очень и очень много. Нам было очень весело эти три недели. Мы всякими разными интересными вещами занимались. Если кому интересно, я расскажу уже это на шоу. Сейчас, наконец, мои соседи, которые на протяжении всего этого нашего сожительства много выебывались по поводу Сергея, что он похож на бродягу. Ну, по внешнему виду судят только дураки, понятное дело. Но я же не могу людям это объяснить. Что он неадекватный, с виду опять же. И дошло дело до моей хозяйки. Хозяйки моей комнаты. Которую я нарушил договоренность с ней. И пустил туда левого человека жить, не предупредив ее. Она об этом узнала. Настучали падлы соседи. И она меня выгнала оттуда. Соответственно, вместе с Серегой выгнала. Сейчас я, как обычно, решил отморозиться. Даже не искал, куда пойти по Питеру. Мы взяли два билета практически на последние бабки, как всегда. Благо не на электричках, мы не едем не на собаках. И взяли билет до Ярославля. Отличный, красивый город. Недалеко и недорого. Там есть порядка десяти знакомых. Мы не успели даже снисоризаться. Вот приехали. Это все только что произошло. Наше выселение. Забрали основные шмотки. И звоним сейчас в Ярославль. А там на месте будем уже решать. Потому что запланированные поездки, это для лохов. А спонтанные, они самые-самые интересные. Да, друзья. Это действительно я, Сергей Бестов. Мы сейчас свалим в Ярославль. Это он. Выбирайте Сашу. Настоящий. С ним скучно не будет на шоу. Он душа компании. Он отличный собеседник. Он сделает вам шоу, что надо. Это тот самый ладомуж, про которого вы так много писали в ВКонтакте. Зовут его Александр. И жили мы не в Кировском районе, а жили в центре. Все, пока.